Мы едем навстречу с геодезистом. Это вот дорога до нашего дома. Мы свернули страны и едем аккуратненько. Вот она церковь дальше будет. Дорогу нам положили. На нее все скидывались. Даже не все половины. Такую дорогу нет. Объездно уже все равно цепляется. Еще не накатанная. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот они до сюда нам доложили дорогу, что тут накатали нам дорогу, озеро Рыбаки. Ну вот, мы уже на нашем участке приехали. Вот я просто кручу. Вид, конечно, сказка. Это на нашем участке накатали дорогу уже Рыбаки, которые к озеру ездили. Это у нас тут сосенки растут. Причем точно знаем, что с нашего участка эти сосенки уже воровали. Выкапывал кто-то себе. Ну и вот, собственно, соседский дом. Сразу вот от нее, это сразу часть забора. Кстати, мы уже оплатили вот этот кусочек до сетки. Сетка дальше ее, это геодезист Андрея. Вот, часть забора вот эта у меня, она стояла еще в прошлом году, и часть мы в этом году скидывались, оплачивались несовместно. В общем-то, это уже наш участок. Это здесь, получается, дорога. И тоже соседский дом здесь, дорогу, которую нам отсыпали. Вот эта труба, это граница нашего участка. Вот отсюда. И до вот этого сетчатого заборчика, это участок соседки. С соседкой мы уже познакомились. Вот, честно, нам до озера спуститься вот просто одна минута. Невероятно кайф. Не знаю, ну, в общем, жалко, что камера не передает запахов. Но аромат здесь просто невероятно сладкий. Какой-то сладкий очень запах. Здесь просто невероятно вкусно пахнет. Посмотрите, какой вид на лес. Ну, это просто нечто. И мы хотим построить дом как раз, чтобы из спальни и из кухни-гостиной у нас был вид на этот лес. Здесь лес идет хвойный. И уже дальше начинается березовый лес. В озере много щуки, Андрей сказал. И вот это идет уже березовый. И вон там, Андрей. Вот там наш участок еще заканчивается. Ну, как бы не маленький. Вот геодезист ходит, забивает как раз кувалды колышки. Здесь получается вот белая отметка. И вон он, где он забил. Это уже границы нашего участка. То есть это дорогу здесь накатали уже прям по нашему участку. В сторону дороги. Мы еще будем отступать 50 сантиметров, ставить отбойники. Там тоже сейчас колышек должен подбить. Собственно, вот здесь уже не накатана дорога. Мы ставим наш забор. Мы ставим здесь отбойники. Собственно, чтобы нам забор не постирали. Потому что здесь еще будут ездить грозовые всякие строительные машины. И могут посносить нам забор. А еще у нас тут в перемешку с травой заблиника растет. А усыпи по всему участку. Так, ну вот он наш участок. Сделали геодизацию. Поставили метки. Сейчас поедем за кувалдой. Купим кувалду. Подзабиваем их сильнее. Мы так их наживили. Сильнее подбиваем. Чтобы уже не подлетали. И никто их не своровал. И все. Сейчас дальше прогуляемся. Покажем озеро. Лес. Птицы поют. Прикольно. А вон еще одно озеро. Кстати, я его раньше не видел. Оказывается оно вот оно. Оно небольшое. Озеро. Озеро. Это вообще по идее изначально по картам. Как типа дамбы. Ну там дальше он там. Там еще есть озера. Озеро. Если допустим прорвет дамбу. То просто тут вода заполняется. Вот здесь такой овраг. И вон оно озеро основное. Оно природное озеро. Оно природное озеро. И там кстати ключи еще есть. Вон там ключи бьют. Вода ключевая. И овраг такой. Вот. Красим столбы. Чтобы они. Если так же. Чтобы украдут. За двое. Судах. Всякие вандалы. Потому что здесь одни идиоты живут. Чтобы были случаи. Кто и забор снимал. Здесь. На вечеринке. Пооткнул. Подперед. Короче. Я их покрасил. И немножко на землю. Краски кинул. Чтобы из этажей стырят. Чтобы и какое-то обозначение осталось. Хоть. Хоть. Маломайская. Ну вот. Я их подкрасил. Краской. Сейчас. Все пройдусь. По периметру. Вот. От соседской. Сетки. Два. Красных. Столбика. Вот. Он. Один. И еще. Дальше. Два. Деревянных. Это наши. Столбы. Граница. Участка. Так. Вот. Мы пришли. до границы. Нашего участка. Вот. Там. Красный. Столб. Красный. Столбик. И. Вот. Озеро. Как раз. Вот. Здесь. Сделаем. Калитку. Там. Спуск. Будет. Из. Лестницу. Поставим. Такую. Красивую. И. Там. Сделаем. Пирс. Рыбу. Ловить. На озере. Тут. Кстати. Очень много. Рыбу. Всякой. Когда нам забор. Будут ставить. Сюда. Возьму. Удочку. Половлю. Рыбу. Тут. Щука. Есть. Карась. Это. Соседский участок. В елках. Мы. Будем пересаживать. Пока. Не решили. Куда. Будем пересаживать. Потому что. Они. Очень. Напичканы. По всему. Участку. Один. Будем. Решать. Сейчас. Подкрашу. Столбик. Ёлки. Кстати. Одна. Сейчас. Узнавал. Сколько. Ёлки. стоят. Вообще. Дорогие. Сейчас. Одна. Ёлка. Стоит. Вот. Десяти тысяч. А их. Тут. Я не знаю. Сколько. Штук. Шестьдесят. Наверное. Тих. Ёлок. Шестьдесят. Тих. 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 Пошли ко второму нашему участку, который находится. Вон там. Сейчас к нему придем. Там у нас огород просто будет. Ну. Просто. Купили его. Для огорода, для деревьев. Пригодится в будущем. Сейчас идем к озеру. Просто мимо него проходим. Озеро думаем. Сейчас зайдем. Покажем вам озеро. Вот само озеро, но довольно большое. Может быть оно кажется на видео маленьким, но оно реально большое. Рыба здесь, а вала. Причем бесплатная рыбалка. Щука, карась. Толстолобик, говорят, здесь есть. Сейчас мы идем, попробуем обойти озеро. Конечно, у нас не получится обойти, просто там сложенный перевал. Там перекопали. Сейчас так его обойдем, посмотрим. Чайки здесь летают. Когда забор будут строить, мы хотим сюда прийти, шашлычки пожарить, рыбу половить. Как раз будем смотреть, как они будут там строить нам, забора. Здесь будем шашлычки готовить, рыбу ловить. Сколько примерно здесь метров это озеро? Я не знаю. Мне кажется, вот так вот, наверное, метров 70 в длину, а вот так вот, наверное, метров 200, 150-180. Я даже не знаю, где так не тяжело. Как в Пятигорске на Кирово такое же озеро? Или в Кирово больше? Где на Кирово? В парке. В Пятигорске в парке. А, нет, в Пятигорске побольше озеро. В Пятигорске, да, больше. Ну, да, чуть поменьше. Ну, тут, считай, собственное озеро. Идем в лес. Мы там ни разу не были. Как раз тропинка, она проходит возле озера и перетекает, короче, в лес. Сейчас пойдем осмотрим, что там в лесу. Дохла левушка. Тут-то камыш растет. Но рыбы здесь, говорят, рыбаки очень много. Сюда почти со всего города приезжают сюда. На рыбалку местные. Ну, скоро они не будут приезжать, потому что мы перекроем им дорогу. Сейчас они стоят на нашем участке своей машины, потом идут рыбу ловить. Ну, сейчас мы перекроем им дорогу и халява кончится. Теперь только мы можем ходить рыбу ловить. Вот он, лес классный. Просто офигенный. Как на картинке, да? Да. Как в сказке, реально. Да, березовый лес, офигеть. И причем тут лес вековой. Если я его в интернете читал, я названия не буду говорить этого места. Ну, короче, этот лес очень древний. Здесь еще во время царя, царя этого, Ивана Грозного, тут эти проходили... Путь тут шел на Москву. И здесь прям движуха была конкретная. В те далекие года. Блин, ну реально круто. Как в сказке. Слушай, что у меня аллергии нету. Блин, реально, у меня аж в глазах рябит. Есть такое? Да. У меня аж в глазах рябит от этих берез. О, это это, молния ударила. А, это когда в чете писали, да? Да, да, это вот молния ударила в дерево. И она, короче, упала. Офигеть. Ну, я не думаю, что она от старости рухнула. Говорили, что она от молнии звезданула. У меня реально в глазах рябит. А? Ну, круто. Я такого вообще в жизни не видел, если честно. А вот там дальше хвойный лес. Хвойный и березовый лес. Офигеть, блин, здесь круто. А здесь уже хвойный лес. Там дальше смешанный хвойный и березовый. А там прям как конкретный кусок хвойного леса. Такое интересное дерево. Я тоже не видел его никак. Не знаю, что это дерево такое. Интересное. На видео, может, не передается, но на живу прикольно смотрится. Необычно. Вот оно, озеро с другой стороны. Ну, чтобы не мешать работникам, когда будет забор строить. Сюда придем. Рыбу половим. Шашлыки пожарим. Вон чайка летит. Тут, кстати, много чайок. Тут прям их дофига. Все, да? Пойдем обратно, ну, на этот, на тот участок. В глубже они уже заходят в лес. Чудо ходить. Кстати, он очень глубокий лес. Там можно у него заблудиться в этом лесу. Хоть вот дорога-то идет, но он очень глубокий. Я не знаю, наверное, а сколько он в длину идет? Километров пятьдесят? Нет? Нет, не пятьдесят, где-то километров, наверное, пятнадцать. Ты смотрел вот этот? Я не смотрел. Ну, он до трассы федеральной идет. Ну, километров пятнадцать, наверное. Ну, пятнадцать еще. Считайте, наверное, лес обалденный, как фильтр служит. Потому что я смотрел по карте, есть такая специальная карта в Москве, которая определяет уровень загрязнения в определенном районе. Уровень выброса радиации, уровень выброса, ну, всяких загрязненных веществ. И здесь самое минимальное по Московской области, где мы сейчас находимся, за счет вот этого леса. Потому что он служит как фильтр. То есть вот здесь идет лес. Это уже второй лес. Тут как бы два смешанных леса. На карте они тоже обозначены как два смешанных леса. Как бы два разных леса. Ну, по-разному называются, но они один березовый, другой хвойный. И вот, получается, что вот эти деревья, они служат как фильтр. Природный фильтр. И воздух там, он чистый. Дальше там тоже лес. Но его будут вырубать под коттеджи. Этот трогать не будет. Этот деревний лес. Хотя в нашей стране все продается. Может быть, когда-нибудь возьмут, но я не думаю. Тут у нас так и останется, скорее всего, этот лес. Вот мы пришли на участок. Еще один. Здесь у нас будет огород. Конкретно этот участок под огород. Здесь поставим вот такую вот бытовку. Вот как сосед поставил бытовку. Может быть, такую. Может, чуть-чуть получше, какой-нибудь мини-домик. Поставим здесь, чтобы вывести свет. Вот эти поставили, как его называют? Ну, провели свет. Тут, если им написать в МОЗЭнерго, они, в принципе, через месяц уже приедут, поставят свет. То есть туда по запросу. Запросом скинул, они приезжают, сразу ставят столбы в МОЗЭнерго. Тут с этим проще. Ну и вот такая трава. Она уже, конечно, выросла. Тут горело поле. Все выгорело. Уже новая трава выросла. Тут мужики приезжали в МОЗЭнерго. Все повыкашивали, вывезли. Тут вообще какая-то ерунда росла. А, вот она, эта здоровая, которая хрень-то доросла. Тут здоровый куст. Вот они ее прям под сам этот. Вот они повыкашили. Ерунду надо потом от нее избавиться. Облить кислотой или пожечь ее нахер. Вот у нас столбик стоит. Один столб. Ну, в принципе, такой участок не был. Для ажгорода прям самый идеальный. Да, очень даже. Прям, прям четко. Дом тут особо большой не построишь. Мои родители сюда приедут жить? Да, это, мам, для тебя. Гороздолье прям. Земли много. Ровненько. Все, что хотите. Деревья. Грядочки. Ну, здесь просто. Вон он, краткий, чистый. Вон он, лес. Вон там наш дом. Через 100 метров. Вообще круть. Вот соседка. Дом. Пусть что-то тоже строить было. Это вот ее участок. Два участка. Вон там кто-то уже. Костерчик палит. Да, у нас там опять не было пожара. Ну да. При прошлом пожаре машина чья тут горела. Да, кстати, вон там горела машина. Дастер, по-моему, да, был? Да. Дастер горел. Или здесь он горел. Не знаю, где-то, короче, пожар был там вместе. Наша часто вот эта точка схватила пожаром. Угу. Вот эти вот кустарники растут. Вот вода здесь у нас стояла. И здесь, получается, ребята мне покосили траву, потому что была просто вода как в болоте. Ну да. Поэтому до сюда просто не дошли. Ты посмотри, Андрей. Офигеть. Ну уходи. По муравьям что ли? По мне тоже он. Ну и говори. Пошли на муравьи за часами. Так это муравьи, короче. Нет. Комары. Комары это. Это были комары. До этого у меня очень больно комар. Этот, господи. Муравьи, друзья. Ну, в общем, к кому мы обращались, круто нам все убрали. Мы это тем более все онлайн делали. Здесь даже не присутствовали. Они сами приехали, сами все покосили, видеоотчет нам прислали. Сами все погрузили на свои машины и вывезли. Ну, конечно, это тоже стоит денег, не три копейки. Но зато все сделали, все четенько. Теперь остался геморрой. Дорогу сделать здесь. Надо будет с соседями поговорить. Они тут не особо хотят скидываться на эту улицу. Тут половина перекупов, половина людей просто взяли там для огорода и заморачиваться не хотят с огородом. Ну, точнее, с дорогой. Но если мы здесь конкретно уже, ну, может, года через два-три будем здесь конкретно что-то делать, то я уже эту дорогу сделаю. Та же самая цыплю. Четыре камаза отсева привезти, засыпать. Нормально дорога может. Вот тут тоже кто-то маленький дом не поставил. Кстати, это неплохо, да, так приехать. Не знаю, бытовка в фоне. Ну да, там шашлык пожарить. И переначивать. Ну да. Выколят. Да. Можно вот такой вот поставить. Тоже вот такой забор вот здесь вот. Эконом вариант. Не ставить там прохлист? Тоже вот такую вот сетку поставить. Какими же воротами помнишь? У него заехали. Такой он старенький. Древний такой. Городок. Прикольно такой. Чем-то напоминает Пятигорск. Ну, вся инфраструктура здесь есть. Очень-таки прикольно. Такой прямо зелень много. Какая-то Зеленогра, да? Похож чем-то. Я думал, вообще здесь, ну, никто не живет в этом городе. Здесь, оказывается, люди живут. Это типа футбольного поля, я так понимаю, да? Ну да, это водный. Смотри, еще что-то речь. Дельфина. Дельфин, да? Это дворец водного спорта. Это дворец водного спорта. Я в первый раз в этом городе. Я здесь никогда раньше не был. Я в первый раз в этом городе. А, ледовая арена там была написана. Сейчас проезжали с него. Не, прикольный город, реально. Он как... Подольская, типа такого. То есть, вполне достойный город. Сейчас пойдем перекусим. Так, тут заезд есть? Или что здесь есть? Это пешеходный переход, там дальше. Понятно. Это центр, да, у них, наверное? О, ява старая. Обалдеть. Я еще и думал. Обалдеть. Старая ява. Кто-то на ней тоже гоняет здесь. Объезжаем в ТЦ и ищем парковочку. Интересно здесь. Стукать зелени здесь, прям реально круто. Покупка. В общем, мы такую пиццу заказали. Офигенную, здоровую. Стоит, знаете сколько? 95 рублей кусок. Офигеть. Даже дешевле, чем в Москве раза в три. Дешевле даже, чем в Пятигорске. И от таких цен, мне кажется, 2007 года. Я на свеже, и вот здесь пекли, прям теплые нам дали. Да, круто вообще. Цены здесь очень дорогие. В общем, замеряют сколько метров, какой забор, как что. По нашим отмеченным колышкам. Это мы от соседского забора решили замерять сразу. Ну и, собственно говоря, сейчас обсуждается, где здесь будет у нас некий небольшой заборчик с выходом к лесу и калиточку мы будем ставить, но уже туда дальше. Ближе непосредственно, по-моему, к выходу как раз на озеро с небольшой лесенкой такой вниз по врагу и пирс сразу тоже на озеро будем строить. Но не прямо сейчас, чуть-чуть попозже. В принципе, еще можно вон там увидеть машину. Уже приехал чувак на рыбалочку. И это они еще даже не до крайней точки дошли. У нас еще потом дальше два столба наших деревянных и еще металлические дальше за ним. Еще три метки до конца участка. Еще что могу сказать. У нас здесь дилемма. Так как вот здесь чуть-чуть пониже, здесь немножко выше. Дом будет стоять на вот этой точке выше. Мы планировали, думаем, во всяком случае, здесь сделать забор. Ну, на вскидку, допустим, метр два высотой. Он, в принципе, нам не сильно с участка не сильно закроет вид. Ну, собственно, вид на лес он вообще нам никак не закроет. Шикарный вид у нас так и останется. А вот вид на озеро немножко прикроет. Вот мы и думаем, то ли нам здесь ставят сетку, то ли что. Сейчас будем решать. Так, одну сторону замерили уже, записали. Здесь меряют до одной метки, там еще одна следующая. Замеры в одну сторону уже померили. Все записали, обсудили здесь угловую калитку. И следующий замер делают. Здесь как раз соседский участок. Там сейчас тоже в углу калиточку обсудим. Нет, нет, это зависит от чего. Вот это они по одной цене. Это одна цена, коричневая, серая. Это S8 вы говорите? Да, S8 у них одна цена будет. S20 там другая конструкция, она подороже. С20, средняя, восьмая уже по дороге. Ой, подешевле. Но щетка как у вас специалист уже. Вот она, S8 как у соседки. Вот это вот 21 волна. Это под заказ, мне надо будет о снабжении узнать. По сути, она она и тоже. Узнать надо, в какой толщине она будет, эта 21 волна. Я больше S8 взять, да? Она подешевле будет, конечно. Здесь у него рабочий будет только метр. Это что, для крыши используют? Для крыши надо хорошо. Нет, почему? Можно кто-то на забор. Кому как нравится дизайн. Так, вот это намного дороже, вот если вот этого брать? Этот подороже будет. Много. Это надо посчитать, сказать сколько будет стоить. А на бархат есть тоже коричневый цвет. Мне, например, вот эта вот нравится. Шершавенький мне не очень. Мне вот эта гладненький больше нравится. Вот эта? Да. Это тоже. Здесь вот такой шершавок. То есть чисто вот эту сторону сделать, где дороги. Грязь не так будет видна или нет. Это не такое. Будет, мне кажется, точно так же и здесь, грязь видна и здесь. Вот я не вижу вообще разницы, что там что-то не будет видно якобы. А цена у них на чем отличается, да, по цене дороже? На процент 20? По дороге, ну ты процент тебе не могу ставить с машинами. Мне, например, сама фактура здесь не очень нравится. На солнце она переливается хорошо, да. А на самом-то себе даже два образца вы можете попробовать. Здесь поменьше может быть, это погрешность. Здесь погрешность не дает даже. Здесь уже жестче. А если, допустим, просчитать двух? Я посчитаю, там позиция одна меняется. Как хочешь. Можем это вот эту одну сторону? Не, вы можете одну сторону, лицевую такую, а остальную... Но будет тогда у вас, если будете делать, изнаночная сторона будет отличаться. Партия там другая, это другая будет партия серая. Че, Саш, там не, ничего страшного там нет. Да, вы сможете посчитать одну сторону? Да, да, да. Лицевая сторона барха. Не нравится, да, вот это? Ну, как-то так себе. Она будет на солнце приливаться? Да, она будет в блик и не дает на солнце. Здесь содержание цинка больше. Она более устойчива к выгоранию. Это два миллиметра или же полтора миллиметра. Не, два. Ну, тут. Куда я толк так? Да, два миллиметра, да. На ворот, на калитках будет уже там три миллиметра, будет базовая комплектация. Если можно экономить, вариант два миллиметра. Нет, не стоит. Ну, вот на откатных это будет точно 80 на 80, это три миллиметра. Также на калитках будет тоже три миллиметра. Угу. Откатные ворота у нас будет на винтовых сваи. Угу. А вот эта вот толщина? Это уже 100 на 100 4 миллиметра где-то. Это уже 100 на 100. А для чего такое? А? Ну, иногда отстаемые в калитке ворота 100 на 100 ставятся. Но это уже, да, намного дороже. 80 на 80 вполне достаточно. Это стандартно, да? Да, стандартно вполне достаточно. Ага. Здесь просто ворота. Ой, откатные у нас на винтовых сваи будут. Чтобы уже, ну, стояла ответка хорошо. Там по тре, там получается где-то в состоянии трех и трех. Металлоконструкция, ну, как говорим, это просто хамерайт он красить или просто грунтует? Ну, там-то однозначно на 3D надо зеленый хамерайт, чтобы он сочетался с столбами. Да, да. Прокрашиваем, да, здесь. Да. А она здесь уже будет серым цветом. Красится. Да, столбы. Мы только красим столбы, каркас ворот, каркас калитки и лаги. Это все красится в сухую. Ребята здесь только подкрашивают после сварочных работ. Когда сварочные работ закончились, они все прокрашивают и потом только навешивают лист. Ну, получается, что у нас вот такой цвет. Да, хамерайт, хамерайт мы даем гарантию 1-2 на 3D. Но это будет не грунтовка. Это не грунтовка, это будет хамерайт серый, да. Она будет тональность может быть разная, от партии в зависимости какая партия. Образец вот этого голубого? Нет, а вот тот, который лист, а? Лист, да. Ну, там это может и любой она будет. Я не знаю просто какая изнаночная сторона будет. Ну, в принципе, это может быть очень некоторые с коричневым красить. Нет, это коричневым тоже красиво смотрится. У меня есть заказы тоже. Просто у вас с улицы будет калитка и ворота. На 3D она будет вся зеленая. Калитка и ворота с улицы будет окантовка серого цвета. Ну, цвет листа, я так понимаю, да? Нет, нет. Светло-серый. Тоже нормально, не смущает. Так, я не понял. Светло-серый такой лист. Ну, вот так получается, я думаю. Ну, у вас будет просто столбы и лаги вот эти все будут. В одном цвете, правильно? Нет, они в одном цвете. Серого. Вот так вот где-то. Куда он делся? Куда он делся? Куда мы делим тебя? 70-24. Просто там, потому что с улицы столбы и на воротах будут на калитках видны и сам каркасы откатных ворот. Потому что откатные ворота будут они из такого профиля. А, и цвет такой же будет? Нет, цвет будет серый вот такой вот. Серый, он со всех сторон будет серый. Потому что лист вот когда будет, у вас сера она будет здесь вот. Лист, он входит сюда, вовнутрь. Естественно, эта серая будет виднеться. Эта контовка такая вот. Нормально, вполне. Меня не смущает, да? Я понял, да. Если нет, если что-то смущение, потом всегда можно взять небольшую банку купить хаммерайт. Я понял, да. И с улицы, которая виднеется, сделать в тон листа. Да нет, нормально. Это вот когда делают каркас, вот это коричневый, на сером плане. Это тоже. Мы ставили тоже, вот видите, когда на солнце. Тоже смотрится с планкой, тем более с окантовкой. Хорошо. Здесь участок напрямую. Она не мешалась калитке открыться. Она калитка метр десять. Значит, где-то вот это расстояние полтора метра, да, тоже. Там я сейчас рассчитаю. И здесь, не доходя ворот, сколько будем делать? Тоже на полтора метра. Тоже полтора метра, да? Угу. И здесь тоже полтора. Угу. Чтоб симметрия была. Полтора-полтора, здесь уже больше ничего не надо будет. А здесь сейчас я рассчитаю, раскидаю, сколько надо будет сюда их. Там три, там, ну, буду рассчитывать на три, там будет. Или чуть там больше. Ну да, там. Три десять, три два. Это уже не так важно. Там... Андрей, там где-то, ту сторону отдельно посчитать? Да, да. Буду посчитать, что тут просто отдельно. Там соседний участок, так сказать, соседка, будем скидываться. Сейчас нас по стоимости просчитают. Мы не обозначим, пока она на связи. В общем, обсудили. Планируем прямо напротив вот этой дороги делать откатные ворота. Плитка. Также будем ставить типа отбойников. Ну вот соседки здесь стоят три столбика. В общем, ей уже как-то счухивали весь забор, поэтому отбойники такие будем ставить в любом случае у себя. Потому что у нас очень длинный участок, тем более здесь отсыпали, значит, здесь дорогу. Скидывались. Причем не все с нашего поселка скидывались. И, собственно, дотянули до нашей дороги. Отсыпали. А дальше огромная колея. Если у нас здесь еще не сильная колея, особенно во время дождей, здесь вообще все застревают и проехать не могут. А там дальше колея очень глубокая. Ну и, собственно, никто уже сильно скидываться дальше не хочет. Нам как бы пофигу, до нас дотянули. Мы скидывались добросовестно за все свои участки. Так как мы совестливо за все свои участки на дорогу скидывались, дальше нас уже не парит. Вообще у нас столбы по-любому будем отбойники ставить, потому что они вот здесь дорогу уже накатывают по нашему участку. Вот здесь у нас как раз отметка. Это будет здесь у нас стоять забор. И на полметра от него будет стоять еще отбойник. Примерно где-то вот здесь. Соответственно, уже эта дорога здесь накатываться не будет. Им придется по-любому собирать и отсыпать себе дальше. А то многие здесь хитренькие, просто не скидывались даже на то, чтобы отсыпать то, что есть. Ну все, мы закончили. Подписали договор. Первый у нас будет красивый забор. Забор, который будет выходить в лес. Он будет в 3D. Рабица, прозрачно. Ну, обалденно прозрачно. То есть там не будет профлиста. Вот покажи вид. Обалденнейший вид. Который будет основной забор. Он будет с профлиста. Такого серого цвета. Приятного такого пока. Ну, кайфовый цвет вообще. Не как стандартный обычный коричневый у всех. Такой серенький, спокойный. Ну, интересный цвет. И где сторона соседки. Она пока не финансом не располагает. Чтобы сразу поставить профлиста. Мы решили сделать сетки. Ну, обычную сетку. В общем, здесь. Вот тут уже буквально через 100 метров или там 150 уже люди живут. У них газ есть. То есть полноценно живут люди здесь. Это как мини-деревня. Деревня маленькая. Справа тут тоже сеть озер. Вот у них тоже выход на озеро. Здесь вот этим домом тоже еще одно такое большое озеро. Тоже такие домики уже. Ну, тут уже полностью вся инфраструктура. Тут у них естественно название улицы. Тут они уже давно живут в этой деревне. очень давно уже организованно обустроилась. А там, где мы купили, буквально от этой деревни, не знаю, ну, 100 метров. И там же уже стоит газ. То есть газораспределительная установка. Эти... Ну, кто этим занимается? Депутаты или как-то. Они сказали нам, что когда мы все построимся, дорогу они нам проложат бесплатно от муниципалитета. И это... И газ должны, по идее, провести. А там, когда его сделают, неизвестно. Ну, по факту, то, что газ он есть, и он очень рядом с нами стоит. То есть его не надо там тянуть километры. Газификация в скором времени будет. Вот такой вот... Такая деревня. Прикольно. До ближайшего большого города, населенного. Сколько мы ехали? Девятнадцать и семнадцать минут, что такое. Да. Ну, если прям побыстрее, пятнадцать минут, и тому мы ехали расслаблено. Пятнадцать и семнадцать. Вот еще, кстати, озеро. Детская площадка есть. И еще это... За ней еще и... Везде рыба есть. Бесплатная рыбалка. Москва-река огромнейшая здесь. Протекает. А, и вот у мужчины как раз вот этот взор выходит прям сразу на озеро. Вот, покажи по навигатору. Вот там озеро, да. Там уже рыба с садуками. Мачок. И вот сейчас мы будем выезжать отсюда. Там тоже озеро. Вообще кайфовое место. Такое, знаешь, как будто попадаешь в такой сказочный мир. Ну вот справа, слева, в озеро. Слева. Оно такого уже чуть-чуть зацвешили. Ну все, короче, подписали, все сделали. Теперь через пять дней уже привезут. Все будут устанавливать. Устанавливать забор будут два дня. Двумя бригадами, потому что там большое, ну, большое расстояние. И чтобы это не растягивать на неделю, это двумя бригадами сделают на два дня. Самое главное, то что я всегда мечтал и хотел, у нас будут раздвижные ворота с пульта. Это просто кайф. Не нужно каждый раз открывать эти ворота. Протъехал, на пультик нажал, ворота открылись. Человек заехал и ворота закрылись. Это вообще, ну, кайф. И вот выехал по нормальной трассе. Ни дырок, ни ям, ничего нету. Кайфовая дорога. До официальной автострады здесь десять минут ехать или пять минут. Выехал на автобан и попер сразу на Москву. Кайф. Вообще кайфовое место. Ни аллергии, ничего нету. Лес хвойный. Ни о коем прозе, ничего такого здесь нету. В общем все. Всем спасибо, всех кто смотрел. Будем дальше выкладывать.